МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, ковбои! В эфире программа, которая повышает уровень позитива в крови. Впереди 20 минут информационного родео. Потому надевайте шляпы, раскручивайте лассо, оседлайте, наконец, коня и поехали. Поймите же, не в наших интересах терять драгоценные минутки. Давайте начнем. Три, два, раз, и вот краткий анонс сегодняшней программы. Руки, ноги, голова. Теперь то же самое, только на английском. Супермены в форме. Ко дню рождения вне ведомственной охраны. Сундук из икон. Богохульство или спасение? Когда малыш приобретает новые знания, родители буквально млеют от счастья. Согласитесь, так приятно видеть, как ребенок постигает новые вершины. Думаю, у многих мам и пап даже есть списочек памятных дат успехов своего чада. Например, сказал первое слово или читать научился. А уж когда малыш начинает общаться на иностранном языке, так это вообще вот такой повод для гордости. Так, я знаю, чем мы сейчас займемся. Да, будем учить английский. Родители, берите своего ребенка и welcome на уроки иностранного. Наш учитель – мисс Сандра. Hello, я мисс Сандра. И сегодня мы с учениками расскажем, как можно легко и интересно изучать parts of the body, части тела, и какие они у нас имеются. Have got. Ready? Let's go. I've got a robot, a robot, a robot. I've got a robot in my house. He's got fingers, he's got toes. He's got eyes and a mouth and a nose. I've got a robot, a robot, a robot. I've got a robot in my house. Итак, мы берем игральный кубик, маркеры и листок бумаги. И помните, каждая точечка, каждое количество точек означает какую-то часть тела, part of the body. Ready? Yes. Настя, it's your turn. How much? Six. Very good. Look, what is six? It's in English? Body. Yes, body. Very good. Draw a body. Костя, it's your turn now. Roll the dice. Five. It's? Head. Head. Very good. Draw a head, please. Artyom, come here. It's your turn. Six again? That's quite a robot. Another buddy. It's my turn. Oh my gosh, another head in here. What a crazy robot. Здесь просто поле для фантазии. И помните, ребят, английский – это не самоцель. Вы можете и играть, и рисовать на английском языке. Bye-bye. 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 Сегодня вневедомственная охрана празднует 69-ю годовщину со дня образования. А пять лет назад, в 2016-м, структурные подразделения вошли в состав Росгвардии. В новой структуре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии продолжают выполнять задачи по охране объектов, общественного порядка и безопасности граждан в нашем регионе. О работе структуры, успехах ребят, которые трудятся на этом поприще, и том, как стать суперменом, который охраняет безопасность своих земляков, нам расскажет в Рио начальник управления вневедомственной охраны подполковник полиции Олег Ульныров. Олег, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. 69 лет – ну немалый срок. Что же за эти годы сделано? Вот вкратце. Ну если совсем вкратце, можно сказать, что за 69 лет, из которых 65 лет мы находились в системе МВД, вот последние 5 лет мы находимся в структуре Росгвардии, мы перешли от таких сторожей с берданками к обеспечению охраны безопасности с использованием уже наиболее современных систем охраны безопасности. Охрана общественного порядка граждан, вот это я сказала вкратце. А если поподробнее, чем же вневедомственная охрана занимается? И есть ли, так скажем, приоритетное какое-то направление, если, конечно, можно приоритетное направление в этом случае назвать? Да, если позволите, буквально небольшой экскурс в наименовании вневедомственной охраны, чем она была вызвана, ее создание. Дело в том, что как раз более 70 лет назад огромное количество возникло у ведомств различных сторожей, которые обеспечивали охрану складов и так далее. Государственным было принято решение создать это под одной организацией, передать эту функцию в МВД и создать вневедомственную охрану, то есть охрану, которая вне различных ведомств. И из этого исходит наша основная функция – обеспечение, охрана имущества, охрана объектов. А если говорить о преступлениях, например, которые раскрыты за последний год, есть ли что-то такое, о чем можно рассказать, такие яркие примеры? Совсем недавно в городе Усинске было преступление, когда злоумышленник в одном из интернет-клубов толкнул охранника, выхватил из кассы около 100 тысяч рублей и побежал. Наши сотрудники получили сигнал тревожной сигнализации, выехали на место, оперативно выяснили, что случилось, определили маршрут, каким образом будут догонять и начали догонять. Преступник начал удаляться и один из сотрудников, причем молодых сотрудников, принял решение выстрелить в воздух для предупреждения. Таким образом, лицо было задержано, похищенные деньги возвращены законному владельцу. Сотрудники провели действительно высокий профессионализм, оперативность, принятие решений в достаточно экстремальной ситуации. Я знаю, что в Росгвардии трудятся, служат такие молодые парни и все охотно очень к вам в структуру идут. Как можно к вам на службу сейчас поступить? На службу к нам можно поступить практически во все подразделения, где у нас наша местная охрана представлена. Это все абсолютно города Республики Коми и ряд районов. Простой номер телефона 28 1005 28 1007. Это по Республике или по сектору? Это по Республике. Мы принимаем на службу как молодых людей, так, в принципе, и девушек, потому что мы охраняем объекты еще с помощью постов. Основные требования – желание служить своей Родине, желание посвятить себя, возможно, в том числе, обеспечение безопасности. Ну и я хотел бы сказать, что это возможность реализовать себя в целом. То есть служба дает предсказуемость, безопасность, стабильность на длительный период. Пользуясь возможностью, я бы хотел поздравить наших сотрудников, работников с наступающим праздником профессиональным. Огромное вам спасибо за тот вклад, который вы вносите в развитие нашей службы, в достижение задач, которые перед нашей службой поставлены. Огромный поклон нашим ветеранам, которые помогают в воспитании молодого поколения, оказывают нам поддержку. Еще раз всех с праздником. Большое вам спасибо. Олег, спасибо большое, что пришли. Мы в свою очередь, точнее я от лица всего нашего телеканала тоже поздравляю всю эту структуру с праздником. И когда касается дела преступлений, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы работы было меньше и побольше вам крепких ребят, которые готовы нести службу. Большое спасибо. Еще одна дата. Завтра, 30 октября, в России день памяти жертв политических репрессий. Мы вспоминаем о миллионах людей, которые были необоснованно подвергнуты гонениям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря в ссылку, лишены жизни в годы советского террора. В Национальном музее Коми есть немало экспонатов, раскрывающих суть той эпохи. Один из предметов – сундук из икон. В Национальном музее Коми находится сундук, сколоченный из иконы Казанской Божьей Матери. Его смастерил один из жителей Карткироса в 30-е годы прошлого века. Тогда в селе разорили и полностью уничтожили каменную церковь с колокольней. Храм имел два престола – нижний во имя святого Николая Чудотворца и верхний во имя Успения Пресвятой Богородицы. Эта икона предположительно из церкви Николая Чудотворца. Если соединить между собой все элементы сундука, то получится доска размером 160 на 105 см. На передней стенке сохранилась часть лика Богоматери, на задней – лик Христа и буквы «Иисус Христос». После революции 1917 года в Советской России храмы закрывали, а священнослужители подвергали репрессиям. Большая часть церковного имущества была утеряна, иконы, как правило, сжигали или использовали в быту, изготавливали из них двери и даже мебель. Неизвестно, что двигало человеком, который сколотил этот сундук, желание сохранить или осквернить святыню. Сегодня музейный экспонат – документальное свидетельство трагической эпохи гонений на церковь и духовенство. Это наша история. Не зря собак считают лучшими друзьями человека. С этими лохматами можно и на прогулку выйти, и поваляться на кровати, даже поговорить можно. Правда, ответа конструктивного не ждите, да и вообще никакого ответа не ждите. Но понимающим взглядом Бобик точно вас наградит. Да что уж говорить, некоторым собакам даже сложные задачи делегируют. Как собака разделяет коз и овец. На прогулку берем только овец, а здесь коза, овца все перемешались. Человеку это делать очень долго и поэтому зовем на помощь собаку. Она начинает собирать овец по большой дуге, а овец провожает к калитке. Вроде бы все получилось, но что-то не так. Ири начинает беспокоиться и пересчитывает овец. Кого-то явно не хватает. Козы стоять, а мелкие быстро к своим. Вот, теперь точно все и можно выводить. Ну как вам информационные скачки? Надеюсь, вы не выдохлись. Ладно, ладно, немного отдохнем, возьмем небольшую паузу. Но только для того, чтобы вернуться к нашему позитивному спорту с новыми силами. Встретимся совсем скоро. И снова здравствуйте. Если вы нас сейчас видите и слышите, значит вы большие энтузиасты, готовые покорять вершины хорошего настроения. А такой компанией мы всегда рады. Что ж, давайте же посмотрим, что мы увидим в ближайшие 10 минут нашего инфозабега. Вот анонс. 1200 километров во имя эстетики. Фотограф из Челябинска на плато Мань Пупунер. Горн и барабан. Зинаида Мингалева в новом выпуске «Детали откровенные». Пускаемся в пляс. Бальные танцы. Наглядно. Красоты нашего края без сомнений привлекают многих. Леса, реки, поля, озера, горы. Посмотреть здесь есть на что. И думаю, Сергей Коляскин, фотограф из Челябинска, с моими словами согласится. Не зря же он преодолел больше тысячи километров, чтобы полюбоваться природой Печора Илочского заповедника и лично познакомиться с плато Мань Пупунер. Два года назад меня позвали мои друзья с экспедицией тоже с Русского географического общества. Хочется по Северному Уралу. Я сразу им говорил, что нужно посетить Мань Пупунер. Это одно из тех мест, которые я настоятельно рекомендовал. Северный Урал еще удивительный. Приполярный Урал тоже удивительный. Но Мань Пупунер – это, конечно, чудо. Мы поднялись на вершины к Мань Пупунеру, к каменным столбам. Познакомились с местными жителями, пообщались с ними, изучили их язык, легенды, сказания. Я настоятельно рекомендую каждому жителю России посетить хоть раз это место. Когда находишься на вершине Мань Пупунера, то такое ощущение, как будто находишься на другой планете. Это совершенно удивительные места. Инопланетные, сказочные, мистические такие. Дух захватывает, когда находишься рядом с каменными столбами на вершине ночью. Вокруг только ветер и звезды, снег. Совершенно потрясающее впечатление. И я эти места запомню навсегда. И хочу еще посещать эти края. Новым героем программы «Детали откровенные» стала ветеран педагогики Зинаида Львовна Мингалева. Многие сыктывкарсы помнят этого энергичного человека, который бегал всегда по Дворцу пионеров с горном и барабаном. Всегда был в гуще событий. В 1972-м, в день 50-летия пионерии, вместе с Александром Католиковым, она организовала в столице Коми первый парад пионеров на юбилейной площади. Моя коллега Елена Красильникова об учителя и старшей вожатой. Перед началом съемок Зинаида Львовна повязала пионерский галстук. Потому что до сих пор считает себя старшей вожатой. А главным праздником – День пионерии. И подарили мне мишку на свадьбу. Медведя маленького. Тем мишке, которые были, еще ручки поднимались туда-сюда. Вот он у меня сидит с галстуком. На него там галстук надели и сказали, вот, и не забудь, кто ты в жизни. Зинаиде Львовне Менгалевой 85 лет. Она из поколения детей войны. Из родного Харькова ее семью эвакуировали в Казахстан. Папа кадровый военный пропал без вести в 1942-м. Гораздо позже в Харькове старшая пионервожата Зинаида познакомилась на танцах со своим будущим мужем из Сыктывкара. Тоже военным. Он классно танцевал, Валис. Это удивительно. Потому что обычно, когда ребята приглашают, они так на одном месте топчутся. А он очень хорошо крутил и вертел всяко. И все выходы, заходы. Классно. Она приехала с мужем в Северную Республику. Троицко-Печорск, Ижма, Сыктывкар. С собой из Харькова взяла шпильки. Очень уж любила каблуки. А супруг уже здесь купил ей пимы и резиновые сапоги. Во всем помогал и даже учил коме словам. Он пришел, я говорю, вообще тебя не найти. Он говорит, я же на работе. Ну понятно. А из-за тебя я не знаю слова дышь. Он говорит, из-за меня учи. Я словарь купила. Вот такой, который вообще понять нельзя было. В 1972 с Александром Католиковым они организовали парад в честь 50-летия пионерия. Тогда мальчик-ведущий охрип на репетициях выручил сын Зинаиды Львовны Игорь, в то время шестиклассник. Я три дня не могла ни спать, ни варить, ничего. У нас шла репетиция дома. Отец учил ребенка, как отдавать команды. Я говорю, сам ты чего орешь? Мы молоды, потому что работаем с детьми, говорит Зинаида Львовна. Они большие выдумщики и всегда благодарны за внимание и поддержку. И если к любому ребенку по-хорошему относишься, он сто раз будет благодарен. Меняется время, но учитель всегда есть учитель. Смотрите детали откровенные 1 ноября в 20.00 на Юргане и 2 ноября в 17.45 на ОТР. One Step, Two Step, Foxtrot, Charleston. О сколько направлений знает история танца. От энергичных до чувственных, от легкомысленных до глубоких. Сегодня мы поговорим о бальных танцах. Помню, что в моем детстве это направление считалось очень модным, и, наверное, каждая мамочка хотела, чтобы ее ребенок стал успешным бальником. Какие времена сейчас проживают бальные танцы, спросим у Анастасии Ереминой. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, вот некоторые танцы отвечают, например, за гибкость. Некоторые за какую-то динамичность, выносливость. Бальные танцы, за что отвечают они? Бальные танцы, я думаю, тут совокупность всего. Это и гибкости, и выносливости. Мы не можем сказать, что это именно спорт. Потому что, если мы научим детей танцевать только как роботов, они будут, ну, спортивно, выше, сильнее, быстрее, это не будет настолько красиво. И мы добавляем искусство, гибкость, артистичность. То есть тут есть синтез и искусство, и спорта. И эмоциональность, да, наверное, какую-то тоже. То есть, так скажем, и телом работают люди, и лицом. Лицом, душой. Тут вот прям актерские качества должны быть на площадке очень хорошие. То есть мы это даже актерские навыки у детей развиваем с детства стараемся. Ну, перед нашей беседой я немного углубилась в историю бальных танцев. И на самом деле для меня не было удивлением, но бальные танцы, точнее их история, началась аж с 18 века. Обычно их танцевали при дворах, то есть на балах каких-то. И что для меня такое бальные танцы? То есть я считаю, что это совокупность нескольких направлений. То есть те танцы, которые танцевались, так скажем, на вечеринках 19 века. Правильно ли я рассуждаю? Ну, не прям направлений, есть какие-то танцы появляются у нас, или из каких-то, например, из модерна, фишечки танцевальных. Я бы назвала это у нас вообще не направлениями, а программами. Есть европейская программа, это как раз то, что танцевалось когда-то на балах. Венский вальс, медленный, фокстроты, да. А есть еще латиноамериканская программа, вот эта уже зажигательная. Это Латинская Америка, все, что шло когда-то. Вот у нас сейчас любят бачату еще потанцевать люди в социальных, но в бальных это все идет оттуда из истоков народных танцев, именно латиноамериканских народов. И в этом году у нас появляется в федерации новое направление. Вообще в России введено Американсмус. В республике у нас помогает наш президент Заборщиков Александр Сергеевич, который это развивает. У нас уже были мастер-классы. Немножко познакомились дети с этим направлением. И, конечно же, уже были пары, которые сейчас достойно представили Республику Коми на большом турнире в российском соревновании. Вот вы как педагог, как профессионал своего дела, с какого возраста на бальный танц детишек можно отправлять? Все-таки это спорт, а к спорту организм готов, так скажем, в определенном возрасте. Вообще, лучше, конечно, начинать с трех лет примерно. Не рано? Не рано. Ну, кто-то говорит, а чему они там будут учиться? Как они будут уже там какой-то фокстрот? Фокстрот мы не учим в три года. Естественно, это детские танцы, которые базируются. Во-первых, там прививается любовь к танцу, к любому развитию. Раз. Второе, они учат танцы такие, как медленный вальс, диско и полька. Это как раз вот на этих основах у них потом они начинают другие танцы изучать уже более во взрослом возрасте. И получается, что в три года дети просто как губки, они же впитывают, они быстро воспринимают эту информацию. И в детстве, конечно, это лучше все закладывается. А взрослый человек, вот, например, я никогда не танцевала ни дня в своей жизни, только на дискотеках. Вот могу ли я сейчас прийти и сказать, вот хочу стать профессиональным бальником, чтобы мама гордилась? Можно. Самое главное правильно подобрать программу занятий. То есть это не просто раз в неделю по часу, да, а это опять же программа идет. Латиноамериканская, европейская, индивидуальные занятия, растяжка УФП. То есть целый комплекс тренировок и думаю, что можно достичь хороших успехов. Потому что опыт показывает, у нас танцоры ездили на мероприятия в Москву в возрасте 60+. И достойно представляли тоже город Саповкар. Это очень приятно слышать. Очень радостно, что в любом возрасте можно окунуться в этот огромный необъятный мир танцев. Спасибо вам большое, что рассказали. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому я предлагаю посмотреть на танец коллектива. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...